Стоим на остановке только 5 минут, недолго, но ожидание автобуса в такую погоду особенно ощутимо. При температуре ниже 20 градусов замерзнуть можно и за 2 минуты, а ждать автобус приходится 5, 10 и даже 15 минут. И это несмотря на то, что общественный транспорт в городе переведен на усиленный режим работы. Все маршрутные транспортные средства муниципально передвигаются по установленным маршрутам. Например, если брать шестой маршрут, который у нас связывает северную и южную часть города, в настоящее время средний интервал движения с учетом заторвучей ситуации составляет порядка 10 минут. Такой минус на улице для кого-то плюс. Например, такси в холода особенно пользуются популярностью. В морозную погоду количество заказов в таксопарках резко увеличивается. Приутовщане предпочитают с комфортом передвигаться по городу, а не мерзнуть в ожидании. Такси уже стало более доступным, не является роскошью. Стороннивают его как с общественным транспортом, который не сбивается с графиков. Например, если три человека едут к метро, то выгоднее уже поехать на такси, чем эти три человека поедут отдельно на маршрутке автобус. Из-за сильных морозов, которые держатся в столичном регионе второй день, МЧС рекомендует риутовчанам вообще не выходить из дома. В Подмосковье метеопредупреждение действует до 10 часов утра среды. Совет дают и водителям. Им нужно отказаться от дальних поездок. А если сесть за руль, необходимость быть предельно внимательными на дорогах. Холода, пришедшие в понедельник, продлятся до завтрашнего дня. По данным синоптиков, станет еще холоднее. В ночь на среду температура воздуха опустится до минус 25 градусов. На этом все. Холодная часть недели закончится. Уже утром в четверг погода начнет меняться. На улице заметно потеплеет. Правда, пока до минус 7 градусов. А к выходным термометры и вовсе будут стремиться к нулю. Анна Ионова, Сергей Сомов для РТВ.